Привет всем любителям стратегических игр, вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и новый сезон в Норсгарде начался, поэтому давайте я запишу партейку. Сейчас я уберу свою рожу, симпатичную, конечно, но многим мешающую смотреть на циферки. ФФАшечка на восьмерых, все камень абсолютно были, то есть абсолютно равная по идее должна быть партия. Ну, это, знаете, это, как его, скостили очки в связи с новым сезоном, сбросились, так что там неизвестно на самом деле, кто какого уровня был в прошлом, ну, посмотрим. Рагнарёк, Смертельная, Сложность, ну, самый мой любимый вариант, потому что просто это самая сложная карта в принципе, чтобы не только против соперников, но и против окружения можно было сложно играть. Так, давайте, наверное, сразу вот эту... Так, тут мы сможем, вроде, сейчас надо проверить, могу ли я здесь поставить гавань. Ой, у нас сразу еще будет место под лесопилку. Да, тут гавань ставится, но проблема в том, что всего два места, поэтому, возможно, возможно, и не будем, потому что в любом случае надо оленеводов. Просто тут вот еще, возможно, гавань ставится. Так-то, в принципе... Ну, вообще, три гавани лучше, чем две. Несомненно. Так, что-то я не вижу, где вторая еда. Неужели там тоже будет? По-моему, ворон у нас был. Не помню, честно говоря. По-моему, большинство... Точнее, никто не брал ворона. Нет, не здесь. Так, а где у нас вторая еда? Вот это, кстати, не очень хорошо. Не вижу второй еды. И нету никаких... А, нет, вот тут все-таки руинки есть. Хотя бы руинки есть, окей. Я, конечно, больше люблю кораблекрушение. Да, и здесь я не могу поставить... Блин, печаль. Нам придется, видимо, здесь не ставить военный лагерь, либо склад не ставить. Но без склада... Блин, без склада хреново. В данном случае, потому что это у меня единственное пока еда. То есть сейчас я буду без склада сидеть очень долго и, получается, мало еды будет. Блин, ну еще мне... Знаете, я, наверное... Блин, уже бежит волк. Я, наверное, лекаря поставлю здесь. То есть я хочу... Я... Почему я не хочу здесь ставить? Вообще лекаря надо как можно дальше ставить. В том плане, что если на тебя нападают, чтобы у тебя была возможность лечиться. Так понятно, что буду через эту область нападать в любом случае. Давайте я лесоруба более крутого сделаю. Я, наверное, сразу здесь... Нет, давайте сначала гавань поставим, чтобы наука шла. Ну, еще даже деньги... Тут деньги важнее, чем наука. Тут наука идет с этого. С трона Торфена. Для начала БК. Да, наверное, мы вот эту область... Сейчас ставлю гавань для денег и золота. Потом гавань здесь. Потом здесь военный лагерь. Учебный лагерь. И зачищаю сначала вот эту территорию и забираю ее. Но вообще, старт слабоватый. Нету ни овец. Нету... Этой... Кораблекрушения. А чтобы, наверное, до руинок добраться, надо еще убивать волка. Одно всего место с едой. То есть, оно, конечно, наверное, будет второе где-то здесь. Но это намного позже будет. Так что, старт медленный. И будем надеяться, что никто нас не зарашит. Иначе... Ну, будут проблемы. Тут нету пробегания. Тут нету пробегания. То есть, вот эти открывать надо. Три области. Так, давайте сразу военный учебный лагерь ставить. Нет, ну пока еды, конечно, хватает. Но это... Ненадолго. Все-таки с одним источником еды... Тяжеловато. Причем, я здесь, наверное, сначала лекарей поставлю. Нет, сначала дом поставлю, а потом лекарей. Потому что, у меня, видите, уже 9 из 10. Сначала дом. Ну, короче, мне надо 110 дерева. 50 дерева на дом. И 60 на лекаря. Вот, я не знаю, сразу мне идти... Исследовать. Да, мне, наверное, сразу надо будет идти исследовать вот эту... Чтобы быстрее наука... Даже не ради денег, а ради науки в основном. Ну, мы обе эти области зачистим. Даже, возможно, обе... Прихвачу только колонизацию. Откроем. А, блин. Так, мне же... Фак. Так, это мне сейчас, взял, надо колонизацию открыть, а потом это присоединять. Так, значит, давайте дом мы здесь построим. Сначала я не хочу тратить еду, потому что у меня еды и так мало будет. А дома надо ставить, чтобы... Мы сможем убить этого волка. Так что без лекаря немножко посидим. Чтобы эти больше не набегали отсюда. Ждем, когда будет сотня, чтобы... Сейчас стоит 80, видите. Колонизировать. А когда мы возьмем колонизацию, это на 30% дешевле еда. И будет 50. Тут мы еду пока экономим. Нам не так срочно надо... Лечить всех. И, собственно, руинки никуда от нас не денутся. А вот еду нам надо экономить. К сожалению, опять же повторю, потому что это все-таки замедляет нас. То есть вот это то, что мы медленнее присоединяем территорию. Потому что каждая территория, это еще счастье. То есть быстрее у вас... Блин. Быстрее у вас появляются... Жители. Колонизация. Присоединяем. Сразу одного скаутом исследовать эту штуку. И вторым лекаря. Нам надо будет эту присоединить, потому что нам надо 5 территорий, чтобы хватало счастья на 14 жителей. Но не сейчас. Хотя тут, конечно, и наука тоже. Просто сейчас у нас еды нету. Мы можем зиму-то не пережить, если я сейчас ее присоединю. Так, 5 из 5. Давайте я, наверное, здесь склад поставлю. Я думаю, что, к сожалению, мы без одного учебного лагеря будем играть. Иначе... Ну, нам гавань тоже 100% нужна. И склад тут нужен. Здесь, скорее всего, еще торговый пост поставлю. Как только откроем градостроителя, я вот эти три точно улучшу. Ну, у меня деньги будут 100%, потому что сейчас вот здесь соточку найдем. Так, а у нас вот здесь волки. Блин. Проблема в том, что мне надо и тут. Они могут и сюда нападать, и сюда нападать. Так, давайте разведчикам сразу эту исследуем. Видите, минус 7 еды. Но когда лекарь закончит работать, на самом деле будет минус 2, наверное, еды. Потому что лекари еду добывают тоже. А, даже сейчас еще вылечат оленевода. Потому что раненые на 20% меньше приносят ресурсов. То есть, оленевод сейчас еще... Когда вылечат его, он уже будет приносить больше. Ну, это минус 6, это новый житель появился. Было минус 7, стало минус 6. Просто житель больше добывает, чем потребляет. Градостроитель. Развиваем зону. Развиваем зону. Развиваем зону. Не жалейте деньги всегда за быка на развитие зоны. Я понимаю, что вам надо накопить еще 250 на Торфена. Но все развитые зоны начинают вам больше ресурсов приносить. И вы точно это отобьете довольно быстро. Блин, 4 волка. Вот это одним этим не зачистишь. К сожалению. Ну вот, вторая еда, кстати. И овечки, кстати. Две овцы. Так. Ну, все равно это медленно. Если бы это было сразу, вот где-то, знаете, рядом, это был бы быстрый старт. А так, пока это все медленно. Блин, 2 волка бегут. Ну, это из-за того, что их четверо на этой территории. То есть, если их станет 3 и меньше, тогда по одному волку будут набегать. А если 4 и больше, то вот в таких количествах. Ну, это хорошо, что они сюда набежали. Если бы сюда прибежали, то мне пришлось бы так оббегать, этих отводить. Так, здесь мишка. Здесь какая-то нейтральная фракция. Больше всего люблю из нейтральных фракций, это гномов. На них очень можно хорошо поднять. Так, давайте мы, наверное, добычу железа сразу поставим. А потом, летом, сюда еще гавань, чтобы денюжки шли. И наука. Так, я второй по науке. Но, возможно, у кого-то тоже бык. В упор не помню, кто что брал. Помню, точно был дракон, точно был медведь. А кто остальных брал, вообще не помню. Что там кто... О, слушайте, а тут прохода нету. Так, смотрите-ка, я от одного... От одного соседа довольно сильно защищен горами. То есть мне надо в эту сторону смотреть, кто против меня. Так, тут три из трех. Тут можно военный лагерь поставить. Четыре из четырех. Наверное, стоит торговый пост ставить. И улучшать это место. Не важно, что. Вот отсюда никто уже... Вот только с этой, да, вон туда Витя побежала. Отходим пока, чтобы ранение получал только воин. А потом этих возвращаем в помощь. Ну, я буду здесь стоять, потому что мне важнее, чтобы добытчик еды не был ранен. А, блин, мне надо эту территорию все-таки присоединить. Потому что будет несчастье сейчас, когда 14-е появится, будет несчастье. Поэтому мне нужна эта территория, чтобы было на 14 жителей. Но сюда на камень не буду пока отправлять, потому что у меня не хватает еды. Мне надо, чтобы вот тут... Мне скорее деньги важнее, чем наука сейчас. Так, тут сделаю вот так, чисто чтобы развить область. Военный лагерь не буду ставить пока. Не, ну в принципе территория нормальная. Мне только не нравится, что еда вот так далеко. Видите, уже фиолетовый меня исследует. Точнее, он не меняет свет, он на эту территорию. Но когда я ее присоединю, а у меня главное именно эту территорию присоединить, он узнает, что тут бык. И начнется, скорее всего, раш. Так что у меня, в принципе, неплохая идея уже учебные лагеря. Даже не знаю, что летом. Но учебные лагеря стоит построить. Хотя бы, чтобы я, ну, хотя бы 4 воина мог нанять. Потому что зарашить могут, наверное, 6-ю воинами. Где-нибудь так приблизительно он соберется. А Торфин и 4 воина вполне от этого отобьются. Куда он дальше побежит? Ага, сюда дальше пошел следовать. Нет, возвращается сюда. Возвращается к себе. Ну, то есть он хотя бы не рашил домик скаутов. Типа не улучшал его. То есть меня он исследовать не может. Если бы... То есть это важно смотреть, что они там исследуют. Если бы он рашил улучшенный... То есть он пришел бы еще дальше. Вот сейчас меня бы уже изучал. То есть это уже 100% что человек хочет нападать. Причем его неважно даже какой клан. Тогда уже просто надо было бы тупо просто везде сразу учебные лагеря ставить. Блин, опять туда. Ух ты ж, блин. Это рысь, короче. Он тут мне еще и зачищает территорию. Так, если он тут сейчас еще свою приманку поставит... Но я не могу ее присоединять. Он будет сюда прибегать... Если я начну присоединять, он будет сюда просто прибегать, скорее всего. И мешать. Нету смысла присоединять и давать человеку... Хотя... Хотя... 110. Блин. Ну вот откуда они нападать будут? Так, все-таки надо дождаться Торфена. Блин. Пропустил. Вот это очень важно, занять эту территорию. Во-первых, мне надо 110 еды накопить. Поэтому ведь я перекину пока... Давайте, наверное, даже вот этого парня еще на еду. Потому что медленно пока она набирается. Лесоруб пускай будет. Нам кучей дерева надо, так что убирать его. Ну и этот должен все-таки 15 железа насобирать. Тем более сейчас, видите, будет землетрясение. То есть нам дерево надо, чтобы починить тут все. Значит, ну походу вот это эльфы. Слишком быстро добежали. Так, рысь уже присоединила территорию. Ну я опасаюсь присоединять, пока у меня не будет Торфена. Торфеном я от его вот этих вот... Ребят отобьюсь. А одним воином... То есть я не хочу тратить деньги на большее количество воинов. Все. Есть Торфен. И есть 110. О, мне здорово. У меня загорелась как раз та штука, которую мне убирать надо. То есть на нее я могу не тратить дерево, понимаете? Просто убираем. Так, а что еще? Вон торговый этот. Так, надо срочно здесь рыбу убить вот тут. Овечек перебрасываем домой. Здесь надо добычу камня. Еще одного, наверное, в лагерь пока. Так, собираем. Вот как вот игра? Вот почему она вот здесь именно, где эта все рысь может, видите, мне мешать? Собирать релик, собирать еду. Вот эта штука дает призрачных воинов. Но я пока не хочу ее трогать, потому что мне этих призрачных воинов некуда будет деть потом. Так, давайте сразу склад. Каминоломня. Ну, давайте даже и военный лагерь я тут поставлю. Во-первых, чтобы улучшить территорию. Опять же, не жалеем деньги. Во-вторых, если что, тут сразу делать воинов, например. Так, пошли. Пожалуй... Блин, пять драугров тяжело. Давайте сначала Мишку. Драугров сегодня будут нападать до зимы. Так, а что у нас? Нашлось 20% шансов на ворот и скорость перемещения по союзной территории. Ну, такой релик. Так, знаете что? Наверное, мне надо скорить все-таки открытие яростного натиска. Поэтому сейчас я двух... Тут можно двух ученых ставить. Я понимаю, что у меня минус еще за зима будет. Но у меня две овцы есть. Я могу их зарезать ради еды. Поэтому пока держимся так. Просто мне надо быстрее реально яростный натиск открывать. Это мне даст еще и камень с железом. И железо я потрачу на... Я тут не буду до конца, чтобы у меня появлялись эти призрачные ребята. Не хочу. Так, знаете что? Не забываем про дерево. Пускай добываются и пошли открывать. Да, я понимаю, что минус 10. Но овец используем. Зарежем овец. Пока не могу его исследовать. Мне нужен улучшенный лагерь разведчиков. Видите? Ну, собственно, мне и не надо спешить. Я не могу все равно его никак сейчас зарашить. Мне надо следующее лето потратить на развитие. Ну, я бы, конечно, на его месте мешал бы мне вот это делать. Потому что наличие призрачных воинов как бы заставляет нападать. Потому что они минус 10 счастья дают. Дайте, наверное, пока здесь тоже построю. Ну, потому что поселяние зимой мало еды добывает. То есть, их немножко бессмысленно держать на добыче еды. Лучше что-то строить, вот исследовать. Так, и послевоенного лагеря давай-ка вот здесь кузню. Четыре драугра. А вот тут тоже не травы. Значит, вот тут, наверное... Нет, слушайте, вот это, кстати, гномы. Вот это, кажется, гномы. Значит, это эльфы. Так, вот сейчас я открою яростный натиск и уберу ученых. Вот, дальше мне не так сильно надо. Мне надо... Так, минус 12. Режем овцу. Почему не стоит заранее резать, потому что овцы еще снижают потребление дерева в тех местах, где они находятся. Поэтому я их поэтому и расставил там, где у меня больше всего зданий. Ух ты, сейчас на кого-то синий тут, кстати. На кого-то только что драугры... Три драугра на кого-то напало, я не посмотрел куда. Но, судя по всему, раз тут рысь стоит, наверное, на кого-то из этих. Вот тут, наверное, синий у нас. Да, видите, вот это фиолетовый, это синий. О, откуда тут... Еще и сюда... А, слушайте, отсюда дорога... О, слушайте, мне надо вот это... Это, конечно, очень классно, что они не ко мне прибежали, а на эту территорию почему-то. То есть мне намного проще зачищать будет. Там их пять было. Так, мореходы и дружина. Кайф. Ну, сначала вот этих. Я, правда, день... Не будет еды пока эту присоединить, но... Так, фиолетовый зачистил эти. Но я на эту не претендую. В принципе. Просто хочу увидеть, что это точно эти... Гномы, я смогу с ними торговать сразу. Ой, там кто-то напал. Фак. Вот это я пропустил у билда гномы. Так, а сколько мне надо еды, чтобы это присоединить? 140. Ну, давайте, наверное, улучшу здесь... Дорожку охотника, чтобы еды больше было. Можно... Чтобы не появлялись здесь драугры из могилы драугров. Можно там стоять. Но я хочу, чтобы они появлялись. Чтобы быстрее набить боевой опыт. Вообще не возражаю. Окей, даже и неплохо, что тут убили. У меня как раз не будет минуса по счастью. Сейчас бы появился новый чувак, у меня был бы минус по счастью. Так, фиолетовый забрал. Эти могилы драугров тут будет. Но мне кажется, что... О! Вот это надо... Тоже собрать. А тут волчье логово. О, самоцветы. Вообще кайф. Но тут еще может не повезти, что самоцветы не на моей территории появятся. Мне кажется, будет между... Фиолетовый скорее с синим будет конфликтовать, чем со мной. Почему-то мне так кажется. Сейчас вообще по развитию. Нормально. Это для быка нормальная ситуация. Сидим. Развиваемся. Конечно, очень хочется и эту территорию забрать. Но мне важнее, несомненно, это, потому что здесь камень есть. Так, 140. Побежали зачищать. Ну, здесь можно подождать. Действительно, я же... Хотя... Не, ладно. Смысл. Появится еще дрогер. Еще получим очков. Мне, видите, 500 не хватит. Там, кажется, дрогер 25. Но у меня еще автоматом набивается, пока у меня юнит стоит на моей территории. Так, все, ладно. Забираем. Есть камень. Блин, вообще, давайте-ка мы добьем этих ребят и откроем защищенность, либо неудержимость. В зависимости от того, что быстрее боевой опыт или это. А ребят этих сюда переведу. Вот этот... Ну, не могли забрать. Рысь, кстати, очень уверенно играет. Так, вообще, не боясь ничего. Давайте улучшим пристань дракаров. Я понимаю, что минус по идее, но, опять же, повторю, у меня есть... Вот синий меня исследует. Интересно, зачем, если он не может даже на меня напасть? Просто интересно. Я надеюсь, самоцветы тут появятся. Когда появятся эти, я оставлю все равно ученых тут, чтобы быстрее 320 набить. Так, убираем ребят сюда. Ну, нормально все равно, самоцветы. Это, кстати, куча, куча денег будет. Давайте здесь добывать. Я буду сразу... Я их добываю. Тут идея в чем? Вы добываете эти самоцветы и продаете сразу гномам через этот. А гномы очень неплохой бонус дают. Блин, там уже кто-то с ними офигительно торгует. Охренеть. Ну, этот, может быть, это вот этот сосед, понятно. Наверное, вот тут еще сосед. Слишком много соседей у гномов, короче. Почему синий меня изучает? Не понимаю. Зачем? Так, и этих ребят тоже на добычу. Ну. Так, теперь нам еще домик надо построить. Тут все. Весь камень добыли. Кстати, там тоже можно домик построить. Пошла добыча. Можно сразу пидать на гномов. Ну, понятно, я тут не выиграю. Я не ради того, чтобы выиграть вот здесь. Я там очень вряд ли могу выиграть. Так, да. Вот тут у нас эльфы 100%. Ой, куда? Ну, куда вы побежали? Ну, серьезно. Я мне это... Так управление в нос говорит. Ну, если ты зашел в область, где уже соперник, почему ты бежишь туда, куда я тебя направил? Надо на Ctrl-1 поставить, чтобы Ешку не использовать. Иначе я этих ребят к себе на территорию, получается, призываю. Так, есть домик. Давайте сразу еще один. И улучшаем военные лагеря. Нету пока смысла скаута улучшать. Ну, то есть он зимой нам только понадобится. И, кстати, эта продажа самоцветов, даже когда это событие закончится, он все равно будет действовать. То есть это чисто для огромного количества денег и для того, чтобы улучшить отношения с гномами. У меня такое ощущение, что тут железо и камень соберут до меня. Ну, ладно. Это просто мимо пробегают. Кстати, можно вот тут поставить, чтобы они хоть как-то пытались напасть на этих эльфов, пока они тут бегают. Но эльфы все равно не отвлекаются. Они прямой наводкой бегут. То есть я не смогу их убить и получить еще боевого опыта. Не, ладно. Наверное, надо все-таки вот сейчас улучшить скаутов. Потому что я боюсь, что мне к началу зимы не хватит камня, если я буду улучшать военные лагеря. Так, ну и сразу следующий камень добывать отправляем. Ну и довольно быстро, видите, все драгоценности собираются. А продавать их долго можно будет. Так, все, отправляем скаутов. В разные стороны одного сюда синего откроем. Одного в эту сторону нам найти, проход к тому соседу. Вот эта штука улучшает пассивное отношение. Так, ну сейчас мне надо просто застраиваться военными лагерями. Пока зима. Так, тут давайте я даже поставлю еще метателей топоров. И сразу разовью зону. Потому что это снижает содержание зданий. Не знаю, стоит ли мне эльфов открывать. Их нападать пока не собираюсь. Торговать с ними тоже никак не собираюсь. Поэтому... Блин, тут реально вообще нету прохода. Вау. Если там кто-то сейчас будет в улет играть, я даже не знаю, что мне сделать, например. Но вот это меня всегда раздражало, когда такие карты генерируются. То есть, если вы за клан, который на развитии играет, это, конечно, здорово. Но... Бык не такой клан. Синий это лошадь. Ну да, я бы на месте... Ну, конечно, рыси тяжеловато будет между быком и лошадью. Ага, вот тут еще, походу, какой-то клан, кстати. Надо всех троих открыть, чтобы понимать, кто там на кого нападает. Так, где тут зону открыли? Ну, вот тут хотя бы есть проход. Но я, Катя, не уверен, что вот эта территория вот этого клана, который тут со мной типа соседствовать должен, это реально другой клан. Тут еще и проход к нему, смотрите, через трех драугров и голема. Смотрите, еще голема надо будет убить, чтобы туда попасть. А, не... Так, что-то непонятно, пропал звук с игры. Ну, вроде, голос записывается. Непонятно. Ну, это хреново, я теперь не буду слышать нападение где. Может, перезайти. Черт. Это очень неудачно. Сейчас перезайду, наверное, в игру. Блин. Ладно, перезахожу. Так, довольно быстро получилось зайти. Звук вернулся, не знаю, что это было. Такого глюка я еще не встречал. Так, разведчик ранен. Домашний очаг берем. То есть, я пока сижу, развиваюсь, потому что непонятно, на кого нападать. Зачем мне, например, нападать на... Так, вот это дракон. Но сосед у меня не дракон. Короче, тут с ним хотя бы дракон сможет, да? Разве не хочу выяснять пока, кто там. Ну, давайте эльфов еще откроем и дальше, наверное, пойдем фиолетового и синего до... Не, знаете, что, наверное, центр должен... Ратуша должна быть здесь, мне кажется. До ратуши откроем. Просто вообще по развитию. Синий по ноке, кто-то там по славе. Ну, я на другом конце карты вряд ли что-то могу сделать, конечно. Знаете, вот этих двух медведей можно и... Убить. Да, блин. Кстати, нет, давайте используем этих ребят. Главное, чтобы рысь эту территорию не забрала. Черный там что-то... Тут три медведя, ни хрена себе. Еще торфен уже наш лечится за убийство каждого жена, так что мы тут выдержим это дело. Сейчас, кто еще там открыл разведчик. Надо сначала этих ребят вернуть на родину. Да, ратуша. Так, ратушу мы открыли, этого достаточно. Поехали. Что-то на синего нападает эльф, а он ничего не делает. Неужто там все-таки его сосед? Хотя его соседа надо открыть. Походу на синего нападает сосед. Потому что я не могу по-другому объяснить, почему он от эльфов не отбивается. Тем более на территории с улучшенным... Торгуней. Не, а слушай, прибежал. Просто очень медленно. Очень далеко бежать было. Блин, убили скаута. Не буду я нового делать. Уже этим буду открывать, что тут есть. Блин, а тут двое. Это разные, кстати. Это разные кланы. Прикол. Апаю, в первую очередь, те учебные лагеря, которые дальше от того места, куда меня могут потенциально напасть. Сюда на меня очень вряд ли кто-то будет нападать вообще. Возможно, конечно, но... Я очень удивлюсь этому. Вот. А здесь вот у нас есть рысь, конечно. О, гномы уже все отдали. А я даже их другом, по-моему, не стал еще. А нет, да. Дают дары. Тогда нормально. Кстати, а где мне второе железо вообще? А у меня второго железа нету. Вот оно. А, ну давайте соберем. И надо бы свой релик сделать, конечно. Тут не улучшено это. Давайте вот так и разовьем зону. И сюда добычу железа. Ну, мне, кстати, уже и территории больше никакие не нужны. Ага, это черный у нас тут. А, это не второй. Это опять гоблины так разрослись. Так, ну у нас, по-моему, черный лидер по славе. Поэтому надо его поисследовать. Это вообще я удивлен, что медведь лидер по славе. Ну, тут еще наука, кстати. Кстати, я вполне могу попробовать наукой побеждать. Потому что у меня раз, два... Ну, два крутых места на науку. Этот, например, дает плюс 10% придания. То есть я улучшу мудрецов. У меня пять мудрецов может работать. И, в принципе, я вполне могу попробовать наукой тут что-то сделать. Стоит ли мне, правда, сейчас в науку вкладываться? Так, ну я релик, скорее всего, тут поставлю. Тут у меня еще свободное место. Тут свободное место. Короче, места еще дофига. Так, у нас зимой будут призрачные мореходы нападать. Нападать они будут вот сюда. Так что сразу тут и встанем. А, слушайте, черный ворон. На ворона, конечно, неприятно. Не, подожди, здесь ворон, это у него... В ники ворон просто. Блин, я думаю, что ворон написал? Он медведь. Вот путает меня. Так, ну мы всех лидеров, в принципе, нашли. То есть, самый главный лидер это черный. Надо... Я хочу узнать, кто рядом с ним вообще может быть. Походу, синий. А если рядом с ним синий, то, наверное, имеет смысл все-таки на фиолетового напасть. Чтобы синий тогда захотел на черного нападать. Считается, БК давно так не открывал всю карту. О, минус зеленый. Ворон причем. Вот видите, не успевают ребята за ними. Они даже, видите, не отвлекаются. Их просто бьешь, и они дальше бегут. Так, у меня 8 территорий. Да, по-видимому, должно быть 16, как минимум. Так, давайте сюда. Еще одного скаута. Так, куда они нападать будут? Не очень удачно они напали на меня, когда призрачные эти собираются на меня нападать. Я их, походу, даже не успею убить до... Хотя нет, успею, наверное. Второго скаута. Это к синему хочу. Все-таки. Все, успели. Возвращаемся. Вообще неприятно. У меня там два оленей вода. У меня вообще еды уже дофига. У меня всего дофига. В принципе, можно подумать... Даже вот так всех выделю. Подумать о нападении. Так, мне надо уже... Я вот, кстати, с реликом немножко затормозил. Надо было, как только 10 у меня их есть, сразу релик уже делать. Так, этот все добыл. Этот построил. А, нет, у меня 14 должно быть с этих. Потому что, видите, вот на этой области я не могу поставить ничего. Так, вот тут давайте еще. Поддержку кобальтов. Блин, это еще и не центр. Господи, сколько тут у этого мид... Чего его ворон там? Хотя, может, здесь у него центр, кстати. Да не, вряд ли. Блин, а кто у него соседа, естественно, с другой стороны? Есть ли он вообще? Походу тут нету. Походу тут вот... Гоблин, то есть синий должен нападать. Кстати, я еще могу через гоблинов. Ну или фиолетовый через гоблинов. Так, ну все, у меня все зоны развиты. Походу все военные лагеря построены. Надо уже что-то... Что-то это... Я правда, с другой стороны, не понимаю, как сейчас медведь, в принципе, может победить с лавой. Ну, потому что у меня нету даже территории, которые можно дальше присоединять. Так, эти домики нужны. Синий защитный релик выковал. То есть он планирует сидеть и защищаться, да? То есть он... Ну, он проигрывает черному, но он сидит и будет планировать защищаться. Ну, это хреново. То есть он будет надеяться, что черного кто-то другой завалит, а он отсидится или что? Не пойму. Блин, еще здесь кто-то есть. Смотрите. Фига себе, карта через жопу сделана. Вот это поворот. Так. Это интересно становится. Ну, я думаю, что пора... В науку ударяться. Пока здесь только два. Хотя этого тоже можно сюда, наверное. Так, я все добыл. Все построил. Все апнул. То есть... Дальше просто сидим и соображаем, на кого напасть. Хотя можно вот здесь еще один лагерь. Щитоносцев. Так, открыл я тут центр у лошади. Я думаю, надо ли мне посольство строить. Ну, просто посольство ради подслушания, то есть просто ради еще одной науки, я не вижу смысла. У меня есть и так наука. То есть я тут пока все-таки победы в научную не иду. Чтобы так сильно ускориться. То есть, я, собственно, двоих не встретил. Сейчас я еще одного встречу. И последний чувак вот там за желтым. Я думаю, что им желтый будет заниматься, а именно дракон. Причем, судя по всему, он им уже занимается. Что-то я не вижу. А, так его... Это зеленый был. Я думаю, что вот его как раз дракон... А, значит, нет. Вот тут был зеленый дракон. Ворон. Кстати, очень хорошая позиция для развития. Но его, видимо, пришел и притушил дракончик. Так, вот у нас красный. У нас красный в соседях. С черным еще. Причем красный зачем-то пошел в победу торговлей. Очень... Очень интересно играют все ребята здесь. Нестандартно, скажем так. Надо ли мне нападать на... Я бы убил, наверное, эльфов. Да, но потом-то мне с этой армией что-то делать надо. Может, тогда исследовать... О, кто-то с черным дерется. То есть, дракон желтый напал вот на этого чувака. Который нападал... Нападает на черного. Я не знаю, где там проход, правда. Ну, давайте попробуем исследовать. Во-первых, я хочу всех гоблинов исследовать. Я думаю о том, что мне надо эльфов и гоблинов завалить пока. А потом, кстати, можно и гномов. Хотя... Хотя... То есть, они уже все раздали. Смысла просто минус 100 славы получить. Зачем? Немножко бессмысленно будет. Интересно, реально где-нибудь там... Неужели тут где-то проход есть к черному? То есть, вот тут какой-то спуск, что там проход есть. И можно как-то... Биться. Так, тут можно после релика... Что нам улучшить? Даже скаутов, наверное, и не надо улучшать. Так, все хорошо. Давайте, наверное, лекарей и охотников. Ну и 8 оставим на всякий случай. Так синий огородился. Я просто не понимаю, нафига ты огораживаешься, если ты проигрываешь в игре. То есть, как ты планируешь тут выиграть? Не очень понятно. Тем более, у тебя вон сколько еще терри... То есть, он вот тут огородился от фиолетового, видимо. Но вот это же все берется. Кораблестроение. А, блин, лишь мудреца надо апнуть. Что я не то выбрал? Так, мудреца. Конечно же, охотника и лекаря. Вот так сделаем. Что красному не напасть на черного еще? Синий, понятно. Синий не будет нападать. Синий сидит. Отсиживается. Чего-то ждет. У меня единственное, что останавливает нападение на фиолетового, только то, что я надеюсь, что он будет на синего нападать. Я бы этому не мешал совершенно. Но... Не знаю, чего он там развивается. Чего он еще ждет. Фига тут черный. Вообще, черный как бы дофига территория. Вот видите, тут уже границы черного. Ну, я пока не вижу, чтобы он с лавой мог победить. То есть, пока сидим, накапливаем ресурсы все еще. Блин, у меня опять предел по населению. Неужели еще один домик ставить? Я просто боюсь, что если я еще один домик поставлю, то... Знаете что? Я давайте лучше апну домик. О! Как раз нормально будет. Просто я не хочу... Чтобы... Несчастье было, когда у нас население будет появляться. Так. Тут мы центр красного открыли. Пошли черного дальше открывать. Опять куда-то побежали. Эльфы. В начале... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Тут у нас... Так, во-первых, это. А во-вторых... Вот это. Тут, видите, сейчас кракен будет... По гаваням работать, я не заметил. Ого, тут коричневый. Так, давайте коричневый откроем. Мне интересно... Увидеть его. Ну, собственно, это последний, кого я не открыл. Так, что у нас с красным? Ну, у красного проблемы с развитием. Ну, короче, у красного, мне кажется, из оставшихся самый слабый игрок просто. Зачем-то в торговую победу идет. То есть, если бы на коричневый не нападали... А черного, если бы не нападал коричневый, то черный бы уже снес красного. Вот сейчас. Так, есть релик. Ставим. GG. Неужто черный его убил? Ну, потому что он тут вот ходил сейчас армией коричневой. Да ладно. Это очень нехорошо. Вот теперь победа черного по славе выглядит очень даже... Очень даже близкой. Опять у меня скаут умер. Так дохнут скауты, вообще. Ты уж кого убил. Почему никто еще не умер до сих пор? Куда они тут нападают? Да, господи. А, фак! Да, надо валить этих эльфов. Задолбали. Били двух мне ученых. Просто я хочу открыть сначала... Военное ремесло. Мне будет... Науку и славу давать за убийство юнитов. Так, этих ребят убираем. Опять. Попробуй. Науку и твердый. Все. Науку и славу peoples. И ныне, Bronко. Науку и славу, немчyun. И пудли. И замкнулись. Каржигард. Сохранerer. И взяла на ней. Сохраним. Красивая. Она работает. Используйся. мне реально хочется пару территорий тут черного забрать убить эльфов этих и сюда зайти ну просто чтобы не было кому не было так жирно славой побеждать о там да там черный черт так надо короче поспешать так это 3 4 5 6 7 8 в принципе этого хватит и военное ремесло открыто ну фак что-то я поздно видимо уже но это трындец сидят соседи вообще нихрена не делают просто поразительно красный синий сидят дают черному побеждать что это за говнище такое сначала эльфов мучим они они голема пошел на красного так мне надо явно больше армии что он сейчас развернется на меня когда увидишь я на него напал он бежал потому что видел что у меня восемь воинов я успел вовремя подвести и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот у гномов есть, но хрен я их соберу там... Что-то сейчас предложит, видимо, желтый... Желтый предлагает разделить... Ну это нормально для дракона и быка, потому что мы в развитии... Ну я, конечно, постараюсь через науку... Ладно, давайте нападем... Но я его не убью сейчас, я просто хочу армию куда-то деть... Хоть как-то помешать синему... Нет, это надо, чтобы у меня тут железо накапливалось... Без Торфена, конечно, грустно... Ну что, он там просто встанет или все-таки нападет? Нет, это что-то дофига... Армии... А с другой стороны... Блин, он все равно сейчас ко мне побежит... Так что смысл... Хоть что-то поубиваю... Блин, господи, как... Как тормозит управление просто трындец... Так лагает все... Ну, что ты встал? Надо бежать... К оранжевому... Или он вылечиться хочет сначала... Так, мне кажется, синий совершил ошибку, что побежал на фиолетового... Вот это ошибка... Ну, я точно видел, что он тут все исследовал... Он мог ко мне тут пробежать... Я видел, что тут все исследовалось им... Так, ладно, давайте... И главное сейчас, чтобы фиолетовый не сдался... Потому что я хочу ему помочь... О, блин, я тут забыл обратно вернуть... Так... Собираем... Ну, мне надо 12 железок... Видите, это долго будет накапливаться... Без понятия, где мне их брать... Ну, я надеюсь, рысь умеет своими этими играть... А не... А не потратит их сейчас... Они должны сзади стоять... Ой, я сейчас... Мне кажется, сейчас рыси всех поубивают нафиг... Он сдастся просто... Волки откуда-то взялись... Два любителя микроконтроля... Ну, все-таки ко мне решил пойти... Ну, давай... Давай подеремся... Давай подеремся... Давай подеремся... Дай бог управление будет нормальным... Конечно... Очень неудачно... Неудобно... Так... Там фиолетовый влез... Так что надо отступить... Ну, фиолетовый хорош, кстати... Просто минус армия синему... Ну, а... Знаете, в чем ошибка синего? В том, что он просто пошел на фиолетового... Вот он бы тут меня убил... И вот так бы обходил... И на меня бы пошел... Вообще, было бы все... Изи для него, мне кажется... Ну, не изи... Я бы все-таки сопротивлялся... Но он сагрил фиолетового... Я не знаю, почему фиолетовый не нападает... Захвати ты эту территорию, блин... Со сволином... Ладно, я сюда пойду... А, блин, тут волк опять... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, я фиолетовый... Ой, у него... Ой, у него как плохо... Ой, у него как плохо... Субтитры сделал DimaTorzok Я не очень понимаю, что... Что там делает фиолетовый... Почему он не хочет эту территорию забирать... Ну, это... Это убитая армия... Я не могу атаковать с вален... Так, ладно, дайте-ка я вернусь... Хз... Это явно русский... Я пока... Я хочу вернуться полечиться, но хочу постоять пока... Чтобы это... Здание... Вот у меня... Улучшенное вот это здание... Беспокоит... Чтобы оно разрушилось... Пять этих... Пакинг бэкс... Конченые сумки... Наверное, бакс он хотел... Написать... Ну, вообще... Мне не очень хочется вкладываться в убийство синего... Потому что... Очевидно, следующей... Целью, скорее всего, буду я... А желтый там развивается вовсю... То есть я хочу вот эту область убрать... И вернуться юнитами... На мои земли напали... Что фиолетовый делает, не пойму... Ладно, давайте возвращаться... Я уже не думаю, что он успеет починить... У него тоже все поздыхали... Слушайте, может меня фиолетового убить? Мне кажется, вот это хорошая идея... Как раз... А синий пошел красного убивать... Слушайте... Наверное, да... Потому что там у фиолетового жопа с экономикой... Смотрите... Так... Что взять? Счастливчик... Медицина... Ликвидация... Стратегия обороны бессмысленно... Нет, давайте, наверное, ликвидацию... Так... В итоге у нас... Одиннадцать... Юнитов... Да... Кровавая луна... Ну что, дождемся кровавой луны... И идем на фиолетового, я думаю... Блин, что-то долго это будет... Мне кажется, надо уже идти... Ну и... Смотрите... У него все ранены... Все ранены... Он не может армию сделать нормальную... Это все, что у него осталось... А чё... А чё с... А чё с барашком? Ладно, мне кажется, надо идти... Давайте еще одного... До двенадцати сделаем просто... Так... И... Одного... В лес отправим еще... Всё-таки такой минус... Ладно... Пора... Не через... Не надо... Вот когда они ранены... Да... Не надо... Не убивайте юнитов... Потому что они... Получается... Он сможет новых... Получить... Здоровых... Они будут быстрее появляться... А так он с ранеными там сидит... И все... Блин... А почему не могу сюда зайти? Прикол... Вау... Вот о чем говорил фиолетовый... То есть и он не может туда зайти... Вау Видимо багнуло вот это овца Вот это прикол Ну значит на синего надо нападать будет Кровавую луну Ну с другой стороны Как-то сейчас на победу желтого скорее играем Ну мне надо убить этот свален Че уж тут Да че ждать Пока у него армии тут нет Я думаю что я быстро эту Разберу Минус один воин кстати Ой началась кровавая Ну Я думаю тут синему гг Ну Продолжение следует... Так, давайте попробуем завалить тут этого. А, вот так оранжевый решил сделать, окей. Так, ну, мне надо отсиживаться, ждать пока... Ну, блин, я все равно не отобьюсь вот от этого... От 14-ти воевод. Ну... Так, куда мне тут дед? Ну, тем более у меня тут Орфена, но я даже с Орфеном бы не отбился. Мы ждем, пока закончится кровавая луна. А вот она и закончилась. Ну, что, попробуем там напасть. У нас есть еще одна овца, используем ее. Мне надо напасть до... До зимы. Иначе у меня штраф будет. Даже не знаю, ну, придется эти хубь, но я сдохну тут 100%. Ну, больше, эти наносят урон по площади и йотуны. Я просто хоть парочку йотунов хочу попробовать завалить, но не получится, очевидно. Все, можно сдаваться. Я думаю, проблема в том, что я слишком долго ни на кого не нападал. Возможно, мне стоило пораньше напасть на фиолетового. Я, правда, не знаю, работал бы тогда этот баг, но вы видели, я сейчас не мог зайти на территорию фиолетового. Потеря Орфена не особо сыграла свою роль против черного. С другой стороны, опять я полез, не судя, почему я должен останавливать был черного. Вот даже вот подумайте. Ну, вот зачем? У него есть свои соседи. Если соседи ничего не делают в ФФА, значит он достоин победы. Видимо. Я надо было своими соседями заниматься. То есть тем же фиолетовым. Давайте статистику глянем. У Красного куча денег, которые он нифига не использует. Желтый сейчас удивится, что он не сможет зайти к фиолетовому на его территорию. Можем, конечно, понаблюдать. Ну, продолжу наблюдать. Посмотрим, кто победит. Тем более, практически всю карту вижу. Да, тут, конечно, вот это баг с овцой произошел. А по науке побежит. Ну, кстати, знаете, я бы не поставил на то, что желтый тут победит. Он, мне кажется, рановато. Но он бы меня мог бы убить в любом случае. То есть вот эти его йотуны и прочее я слишком много тут потерял. Ну, мне надо было придерживаться своего плана. Что я вот тут эльфов убил, этих убил. Я, правда, я так понимаю, что я не смог бы все равно к фиолетовому попасть. Но это прикол. Причем невозможно почему-то не на этот тайл зайти, да? А вот на этот. Знаете, еще можно было, конечно, попробовать сначала здесь всех убить. И тогда попробовать сюда зайти. Может, отсюда бы пускало. Не, ну, красный там, конечно, торговый победой, но он не победит торговой победой. Это вообще очень странное. Ну, красный за чем-то сидит, все это обороняет. Дико. Армия. Желтый вернулся домой. Очевидно. Ну, я даже не знаю уже. Вот. Фиолетовый не может зайти сюда на территорию. Я хоть могу сюда ему зайти. А фиолетовый не может. Я так понимаю, что фиолетовый не может вообще за пределы этого тайла никуда ломать. Поэтому он как бы пытался на меня напасть. Тоже что-то, я не знаю, как это. Что конкретно не так. Ладно, подождем какие-нибудь события пока. Я думаю, кто-нибудь из зрителей вообще спросит, а как бороться вот с этой армией драконов. На самом деле, тут важно фокусировать вот этих его юнитов, драконидов мелких. Убить их в первую очередь, потом отступить. То есть, вам главное не терять армию. Потому что они наносят урон по всей площади. Йотуны на самом деле тоже, но очень, не так, короче, круто, как дракониды. Если вы убили драконидов, вам надо немножко восстановить армию и потом коцать каждого. То есть, вы будете терять территории, скорее всего. Будете терять, скорее всего, вам надо восстановить немножко армию. Но потом по одному просто каждого Йотуна. Проблема здесь в том, что Йотуны очень толстые. И вы не можете нормально фокусировать этих драконидов. Вот это меня больше всего и раздражает в Йотунах вообще в принципе. Вот даже когда тут другой клан Йотуна берет. Ты не можешь? А как он прошел? Может он отбежал вот так и зашел сюда? Да. Хм, интересно. Так вот, Йотун такой большой на экране, что ты не можешь мышкой нормально фокусить более мелкие юниты. А так и надо делать. Когда нападают с Йотуном, вам надо сначала мелкие юниты, все мелкие юниты убить. Потому что они основной урон наносят на самом деле. Йотун это танк. То есть, вам надо убивать тех, кто наносит урон. Убили? Тогда можно Йотуном заняться. И то, знаете, лучше отступить. Пускай он там пару областей даже возьмет. Хрен с ним. Армии нету. Йотуна защищать некому. То есть, вы... Почему Йотуны так круто? Многие очень просто фокусят Йотунов. Ну и, собственно, умирает вся армия. А Йотун может и не умереть при этом. Потому что вас быстрее убивают армию, чем... Интересно, фиолетовый действует. Ну вот, синий, кстати, соображает, кого убивать надо, в первую очередь. То есть, он зашел сюда своими этими рысьями, а синий... Ух ты. А вот это прикольно. Это прикольная способность вот это вызывать. Будет очень смешно, если фиолетовый победит по той причине, что к нему невозможно зайти на территорию. Вот это будет реально смешно. Хотя... Как? Он только может наукой победить, а по науке он одинаково с желтым идет. Ну, короче, минус. Синий все-таки. Ну, потому что нельзя сидеть в обороне вот так, как он сидел. Он лошадь, он реально мог рысь вынести. Красного давно мог вынести. Он зачем... То есть, Норсгард... Сейчас я включу вебку. Норсгард вообще никак не поощряет отсиживающихся в обороне. Бывают такие случаи, что люди побеждают, наверное, торговой победой, потому что соседи на тебя не нападают. Просто они не нападают. Не потому что они напали, у них не получилось. А вот просто реально такое бывало, что сидит народ там... Человек побеждает по торговле, и все там смотрят рядом соседи, думают, надеются друг на друга. Зачем-то. Не понимаю, зачем так делают. Что, серьезно? Фиолетовый решил не убивать? Я вот вообще возмущен, конечно, этим багом. Я бы реально фиолетового убил до своей смерти. А так мне пришлось нападать на синего из-за этого. Я не знаю, может, и фиолетовый мог что-то сделать, а из-за бага не смог. Я так и не понял, как он сюда прошел. Не прошел, может, он читер все-таки? Как вы думаете? Есть же еще шанс, что это читер просто. А что зашел там? Почему они так жопа с этими? Так вложился... Что с экономикой? О-хо-хо! Слушайте, тут самое святое, что, походу, реально красный победит. Так выглядит. Притом, что он тут один из самых слабых. По ощущениям от игры, он просто один из самых слабых игроков. Потому что... Во-первых, его почти вынес черный, когда я напал на черного. Потом его почти вынес синий, когда я напал на синего. Это вообще смех. Это реально прикол. И он развивается. Ну, то есть, ну, зачем тебе торговая победа? Вот зачем? Вот просто здесь зачем? Ну, в научную хотя бы он идет, да. Но тут его уже так колбасиливало. Он слил всем в войнах. А тут, получается, сейчас фиолетовый убивает синего. Синему не до красного. А у желтого какие-то проблемы с экономикой. Из-за того, что он на меня напал. Видимо, так вложился, чтобы быка вынести. Что все это... Ну, вот типичная ФФА. Это, кстати... Меня поражает, когда люди играют в ФФА, как будто это дуэлька. То есть, вы должны понимать. Даже если вы выносите соседа, то у вас должна быть возможность дальше развиваться. А не, блин, все вложил и сдох. Сдох там от нехватки еды. Или просто проиграл более развитым. Вот не может. Желтый не может сейчас на красного напасть. Просто не может. У него недостаточная сила. Вот ту армию, которая... Какая у него сила? Ну, у него слабые юниты, кстати. Вообще, я могу, интересно, увидеть сейчас развитие красного. То есть, я думаю, это и сейчас развитие, или... Вот он не взял стратегию боя, например. Да, он зачем-то... Он все на защиту взял. Ну, стратегия боя. Плюс 5% за каждый дружеский войск. Ну, то есть... Не взял стратегию боя. Тут... Ну, наверное, тут медицина. Ладно, работяги такое. Думаю, тут еды... Еды у козы должно быть и так немерено. Если у него овец... Вот это было бы мне интересно. Потому что я вообще что-то загонов не вижу на той территории, что я открыл. Видите хоть один загон. Возможно, здесь или здесь, конечно. Ну, овец немного. Ну, и как бы человека 86%. То есть, я ставлю... То есть, где-то через 2 минуты он должен побеждать. Нет, 2 минуты, наверное, это мало. 3 минуты хотя бы. Да... Ну, вот зачем желтый меня вынес? Спрашивается. Пошел, пошел. Но он, видите, он не вылечился до конца. Но все равно, кстати, может вынести. Вот у красного слабая армия. И красный, очевидно, хреново воюет. Так, у него не 20. У него... А хотя вот... Это ополченцы. Так, у него 17. То есть, 16 юнитов и 1 воевода. Получается так. Ну, вот... Кстати, я, к сожалению, у желтого не могу сказать, есть у него шубы или нет. Вот желтый не теряет силы зимой. У него шубы. У него открыто... Где это? Вот, открыто... Теха шубы. Кстати, кто не в курсе, опять же, там, из последних дополнений. Если вы открываете ратушу... Открываю. Вам даже послание надо. Просто открываете ратушу, то вы можете смотреть, что у кланов открыто по техам. Просто проверять. Видите, желтого я не открыл ратушу, поэтому не могу посмотреть. А у красного, синего и фиолетового могу. То есть, красный даже просто позволяет нападать. Он даже... Он не АФК вообще не пошел, такой думает, на, сейчас набьется сама по себе наука. Такое ощущение, что он АФК просто. Так, минус йотон. Минус драконит, минус драконит. Ну, выглядит так, что убивает желтый, но... Как будто... Красный просто сейчас... Он вообще не управляет юнитами. Вы видели? Просто красный вообще ничего не делает. Он вообще ничего... Вот сейчас он отвел юниты. Так у него просто стояла армия, он даже никак ее не двигал, не фокусил никого. Блин, сейчас бы добить йотуна, господи. Ну, сделай хоть немножко. Добей хоть йотуна одного, пожалуйста. Пожалуйста. Вот ему сейчас прыгнуть, одного йотуна добить, драконида убить. Ну, вот честно, если бы против меня вот такое осталось, он бы уже все, ну, не смог бы меня захватить. Ну, вообще какая тут... Десять. Ну, вообще, по идее, должен убивать. Я не знаю, зачем красный ждет, чтобы он сюда к нему заходил. Ну, желтый, правда, тоже никакой. Ну, блин, пожалуйста, только управляй. А, у него... Господи, у него голод начался. Ну, напади ты, пока тебя не убило все. Ну, напади вот сейчас, когда его бьет голем. Ну, серьезно. Вообще прикол. Красный это прикол. Сидит, ждет, когда у него поумирают все юниты просто от голода. Вау. А человек чуть не победил. Просто вау. Желтый, понятно, чего ждет. Желтый сейчас стоит, ждет, когда у него сдохнут юниты. Ну, они не сдохнут, они до минимального здоровья упадут, и он нападет тогда. Тем более, что зима закончилась. Поразительно. Просто... И вот такой человек в ФФА доиграл до топ-5, да? Нет, подожди, до топ-4. До топ-4 доиграл. Вау. Почему? А почему ты дождался, когда у тебя все сдохнут и напал? Господи. Ну, стоял бы уже на месте тогда, чтобы он заходил. Вау. То есть, вот красный просто максимально все ошибки допустил. Просто максимум всех ошибок. Он мог отбиться, мог отбиться от желтого. Поразительно. Вот это... Вот это просто пример. Ну, что... Что вот, если вы смотрите, что вам тут непонятно было? Что не... Что вам непонятно из того, что неправильно сделал красный? И что он неправильно? Тут он вообще не управлял армией. Здесь он сделал кучу армии, которые дождался, чтобы она умерла вся от голода. И только... И потом напал, причем напал в том месте, где стоят юниты желтого. Его красные юниты, возможно, даже вообще удар они нанесли, ни одного. Потому что, когда ты входишь в чужую зону, там происходит кулдаун. Там, по-моему, 0,7 секунды, когда ты в новой зоне, только тогда они начинают бить. И вот спрашивается, вот как красный смог доиграть до камня, например, даже просто. Кто же вот так вот сидел на его, никто не трогал всю игру? А, я понял, почему желтый нет. Он не исследовал эту территорию. Ну, все. Это уже должно быть ГГ. Он даже не фокусит раненого йоту. Сейчас у желтого еще и три йоту на останется. Хотя должно хотя бы один остаться. Ну, смотрите. Ну, посмотрите. Ну, как так? Не, ну хоть один умер. Ну, блин. Ну, блин. Ну, вон еще юниты. Фокуси их. Фак. Не убил. Ну, это поразительно. Желтый вообще должен был без юнитов еще тут остаться. Ой, как, как жалко, что желтый на меня вначале пошел. Ну, я не ставлю теперь на победу желтого вообще. Я все-таки думаю, что либо синий... Ну, фиолетовый должен, наверное, синего когда-нибудь добить. Хотя синий уже восстановился. Он уже забрал обратно, свален. Поразительно. Просто поразительно. Ладно, отключаюсь до следующих интересных событий. Ну, тут фиолетовый даже уже голема не может завалить. Поэтому я все-таки ставлю на победу синего. У него уже 85% науки. Я не знаю, возможно, я зря так сам ломанул по науке. И сагрил желтого. Это еще можно, кстати, было... Как минус моей игре сказать. То есть надо было не так уж сильно по науке идти. И просто мы бы с желтым реально убивали бы всех тут. Вокруг. И потом бы я, наверное... Ну, потеря Торфина, но я бы к тому моменту Торфина уже вернул. Максимизировал бы там деньги. Возможно, да. Вот это то, что я так ломанул по науке сам. Синего бы мы точно тут допилили. Фиолетовый просто бы сидел без возможности развиваться особо, видимо. Естественно, нафига синему еще железо. Что он там такое хочет получить? Ну, я не вижу, каким образом... Вот сейчас фиолетовый вообще может помешать синему, например. А желтый полностью убитый. Атака и на красного. То есть синий уже полностью восстановился. Я не знаю, почему фиолетовый не добил. Неужели тоже он не мог зайти сюда еще, в эту область? То есть какие-то баги странные тут... ...получились. Ну, синий сейчас будет просто сидеть. И если будет атака на него отбиваться, ему не надо никого нападать. Он просто вот сидит сейчас, копит науку. В общем, вон синий уже надел армию. Там желтый спрашивает у фиолетов, будешь ли ты атаковать? Но тут, судя по всему, будет атаковать синий даже. Ну, нету у фиолетового столько армии. Хотя, опять же, посмотрим, сможет ли он зайти в эту территорию. Просто интересно, как тут. Ну, я не знаю, тут невозможно продавить синего, очевидно. У него 92%. Ну, посмотрим, сколько тут у этих стрелков. 18. И у этого 21. Сила юнитов 15,8. У этих 19, но 4. В обход пошел, да? Ну, логично. Отсюда, что ли, начнет? Но он пока так обходить будет, это будет очень... Пока он будет эти территории забирать, синий уже набьет 100% науки. Я бы на месте синего просто сейчас вот напал на его сзади, тем более. Тут главное лучников его убивать. То есть, у рыси главные эти следопыты, вот эти следопыты. Ну, хотя, с другой стороны, а что тут нападать? Постоит под... Вот эта у него же башня очень крутая. Смысл вот этой... Я не знаю, как это зачем забрал. Вот. А, тут, наверное, эти были волки. Да, тут волки, по-моему, были. И железо вроде было. Ну, кстати, фиолетовый обманул чувака. Я не знаю, зачем ты туда свален поставил. Между прочим, это, мне кажется, ошибка. Блин, жалко бы тут не увидим бит. Но я думаю, тут минус все-таки фиолетовый сейчас будет. Хотя, почему-то синий не... О, о, о. Блин, очень жалко, что мы битву эту не видим. Ну, тут синий опять ошибся. Ему надо было стоять либо под башней, либо под башней со сваленным. И все. Мне кажется, сейчас как раз синий потеряет армию. Но и фиолетового не так уж и много останется. Так, ну, судя по тому, что миссы закончились, и фиолетовый, например, никуда не убежал, и синий никуда не убежал, то синий потерял армию, и сейчас идет захват территории. Это, вот это просто вот еще одна ошибка в битве. Теперь у синего ошибка. Ему не обязательно было эту территорию защищать. А нет, синий здоров. Все, значит, с победой синего. Значит, с победой синего. Очевидно, у фиолетового больше нету армии. Синий даже может еще и обратно напасть. Но я думаю, да. Даже это не помогло. Видите? Мы не видим, что здесь. Может, тут тоже такая же башня стояла, правда. Но очевидно, что тут побеждает синий. Ну, в общем, очень необычная партия получилась, потому что все действовали как-то очень странно. Я, как и говорил, вот от защиты для синего играть все равно было хреновым решением. На самом деле, его бы тут... Я не знаю, почему фиолетовый не дошел до конца. Тут было все снесено, и фиолетовому осталось только ратушу брать. Потому что очень странно все играли вокруг вообще, в принципе. То есть, тут очень... Очень такая странная партия получилась. Со своей стороны, я скажу, что, наверное, мне надо было просто тупо раньше нападать на фиолетового. Не ждать там, не отсиживаться слишком долго. Вместо того, чтобы заниматься черным тем же. Я не знаю, зачем. Ну, то есть, это вот лишнее. Не я сосед черного. Пускай кто-нибудь другой останавливает. Было кому останавливать его. Тем более, что он не по науке побеждал, а по славе. Там все-таки, знаете, территорию надо забирать. Вот. И не так сильно по науке надо было идти, чтобы желтый ко мне не приходил. Так рано. Поэтому вот в этом ошибка. Надо было на фиолетового нападать. А так, с победой синего. Я думаю, что на этом можно закончить. Спасибо, что смотрели. Если вдруг сейчас победит не синий, то я еще сделаю включение. Но тут просто, ну, я не вижу никаким образом, как он может не победить. Все. Играйте в умные игры. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.